Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елиаман Раимбеков. В рамках программы Нурлажол более 200 тысяч казахстанцев будут задействованы в строительстве и реконструкции республиканских автодорог. Общая протяженность их составит 4000 километров. Об этом стало известно в ходе селекторного заседания правительства. Как заявил глава Кабмина Аскар Мамин, в истории Казахстана еще никогда не было такого масштаба запланированных работ. По сравнению с прошлым годом объем сдаваемых республиканских дорог в 4 раза больше. До конца года власти страны планируют обеспечить движение на более 2500 километров. Немало работ по транспортной инфраструктуре намечено в частности и в Алматинской области. Строительству и реконструкции подвергнутся такие участки, как Талткурган, Ускаменногорск, Ушарал-Достык, Узнагаш-Отар, Курты, Капшигай и другие. Глава ЖТСУ Аман Гбаталов поручил ответственным лицам со всей серьезностью отнестись к реализации проектов. Курирующим органам необходимо следить и быть в курсе всех проводимых работ. Всего реализация государственной программы Нурлыжол будет вестись с 2020 и до конца 2025 года. Больше всего объем Алматинской области. На какую общую сумму. И потом уже идет на этот текущий год. Сколько денег выделять. И сколько проектов в этом году будет сдано в эксплуатацию. И сколько рабочих мест временных на период строительства. И потом постоянных рабочих мест должно быть. И вы должны четко, ясно знать. Обсудили участники видеоконференции и самую актуальную тему коронавирус. Как заявил премьер-министр Аскар Мамин, в зависимости от эпидемиологической ситуации правительство продолжит постепенно смягчать режим карантина. Вслед за Алматы и столицей послабление будет применяться и к другим регионам республики. Тем не менее, работа предприятий и субъектов бизнеса станет возможной только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности, подытожил Аскар Мамин. Надо думать уже о выходе из карантина и начале работы. Экономика должна работать. Это главное наше требование. Обеспечить заход населения, заработную плату. Ее надо платить за выполненную работу. Поэтому прошу вас обратить внимание. Продолжаем выпуск. Представители местной исполнительной власти и полицейские объединили свои усилия по выявлению нарушителей режима ЧП и профилактике его нарушения. На улицах городов и районов области работают специальные патрули. Рассказывает Антон Хатиновский. Несмотря на призыв граждан о самоизоляции и соблюдении при режиме ЧП карантинных правил, этих требований придерживаются далеко не все. Если в дневное время жители могут по особой нужде перемещаться по городу, как в пешем порядке, так и на личном автотранспорте, то в вечернее и ночное время вступают в силу дополнительные ограничения. Нарушителей выявляют мобильные группы. В городе Талдыкурган проводятся мероприятия по соблюдению чрезвычайного положения. В связи с этим совместно с Дорожной полицией, сотрудниками СС проводятся рейды. И мероприятие будет продолжено в целях разъяснения населению города о чрезвычайном положении. В свое оправдание граждане приводят разные доводы. Кто-то едет с работы, кто-то везет родственников или выехал в аптеку. При отсутствии подтверждающих документов с нарушителями проводится разъяснительная беседа. В основном мы проводим разъяснительную беседу, проверяем пропуска и документы. Также интересуемся целью поездок. Протоколы составляем только за нарушения, согласно действующих законов. В городе Капшигай во внимание полицейских попала группа молодежи, которые, уединившись на одном из заброшенных объектов, решили устроить маевку, за что и были подвергнуты административному взысканию. Я принял свой штраф, что выходил не в нужное время, не в нужном месте. И полностью свою вину признаю и извиняюсь перед всеми. Пока что жесткие меры за нарушение режима ЧП, согласно статье 476 Кодекса об административных правонарушениях, применяются только к злостным нарушителям. Таких только в городе Капшигай было выявлено 139 человек. Антон Хатиновский, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. При содействии пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в соблюдение поста ОРАЗа для мусульманского мира в священный месяц Рамадан. Мечети в режиме чрезвычайного положения прекратили свою деятельность. Поэтому гражданам необходимо воздержаться от походов в храмы и находиться только в кругу семьи. Также обязательные пожертвования нужно отправлять на специальный счет мечети через онлайн-приложение банков. В этом году эфитр Садака определен в сумме 370 тенгена человека. Спиртовыми антисептиками можно пользоваться, отметили специалисты. Священный месяц Рамадан начнется 24 апреля. Продлится 30 календарных дней, как и в прошлом году, согласно расписанию Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом сообщили представители духовенства Талкургана на брифинге на площадке ЖТСУ «Медиа». У постящегося должно быть искреннее намерение в сердце соблюсти пост ради Аллаха. Во время поста от начала времени утренней молитвы до заката солнца необходимо полностью воздержаться от приема пищи, питья, вдыхания табачного дыма. Ночь предопределения в этом году выпадет в ночь с 19 по 20 мая. Всего 220 имамов в Талакурганском регионе все уже подготовились к празднику Рамазан. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Айман Ратова еще в начале года завоевала путевку на Олимпийские игры 2020. Сразу после лицензионного чемпионата спортсменка отправилась на учебно-тренировочные сборы в Кыргызстан. Однако пандемия внесла свои коррективы. Пришлось вернуться на родину. Планы сорвались, но спортсменка не отчаивается и продолжает готовиться к предстоящей, теперь уже в 2021 году, Олимпиаде в Токио. Тренировки, тренировки и снова тренировки. Для профессионального спортсмена это самая важная часть подготовки к любым соревнованиям. Конечно, дома спортсмена ограничена в упражнениях. Тем более, когда на чемпионатах преодолеваешь километровые дистанции. Но форму сохранить можно. Для этого тренировки каждый день. До карантина мы бегали здесь по Толдокургану, в сторону Текеля. А так как запретили, вот недавно с какого числа, мы уже сидим чисто дома, тренируемся. Статика, планка, у нас на мобильность. Специальные упражнения для ходьбы делаем, резина, качаемся. Вот все, что можно дома делать, мы всем занимаемся. И в день мы один раз в день стабильно тренируемся, чтобы не потерять совсем форму. Ну, конечно, для нас, для выносливости, нам обязательно нужно ходить и бегать. Вот это все все равно не то. К домашним занятиям, спортом нужно относиться серьезно, говорит Айман Ратова, чтобы приступить к учебно-тренировочным сборам, будучи в полном здравии. Тем более, в планах их несколько. Все-таки еще нужно отстоять честь Казахстана. Первым делом поеду на сборы и буду уже нормально тренироваться. Вот очень жду, когда закончится, потому что были планы большие. И все сейчас в таких же условиях, как и мы, тренируются дома. Поэтому как-то спокойно. Был старт Кубок мира по спортивной ходьбе в Минске. Его тоже отменили. На сборах было, тоже вернули из-за того, что в горах Киркизи находилось. Сказали, что все, карантин. Напомним, ранее Айман Ратова завоевала бронзовую медаль на лицензионном чемпионате мира в Турции по спортивной ходьбе, преодолев дистанцию в 20 километров за 1 час, 29 минут и 31 секунду. Это позволило спортсменке не только привести домой бронзу, но и выполнить квалификационный норматив на участие в Олимпиаде 2020. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин